Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму петрушку. Ее можно заморозить или засолить. Главное сделать это правильно, тогда петрушка будет как свежее длительное время. Использовать этот богатый полезными веществами продукт будем полностью, включая корешки. Приятного просмотра! Сначала петрушку хорошо моем. Для этого нужно замочить ее в холодной воде на 5-10 минут, а затем промыть проточной водой. Дальше даем листикам петрушки полностью высохнуть. Для этого на дно подходящей емкости наливаем немного воды, ставим туда чисто вымытую зелень и оставляем при комнатной температуре на ночь. Когда на листьях не останется ни капельки воды, переходим к следующему этапу. Сразу отрезаем корешки и пока отставляем их в сторону. Листья петрушки измельчаем ножом до нужного нам состояния. Теперь переходим к засолке. На каждых 100 граммов петрушки. берем 20 граммов каменной соли без каких-либо добавок. Хорошо все перемешиваем и перекладываем в чистую сухую банку. Стараемся уложить петрушку максимально плотно. Дальше делаем солевую пробку. Количество соли будет зависеть от ширины горлышка банки. Главное, чтобы вся зелень полностью покрылась солью. Закрываем банку крышкой и отправляем в холодильник. хранится такая петрушка от 4 до 6 месяцев. Еще один хороший способ заготовить петрушку на зиму это заморозить ее. Берем предназначенные для замораживания продуктов пакеты желательно небольшого размера и закладываем туда обсушенную резаную петрушку. Пакет наполняем не сильно плотно. Затем застегиваем его. При этом стараемся выдавить воздух. Чем меньше останется воздуха в пакете, тем будет выше качество замороженного продукта. Чтобы убрать воздух максимально, можно вставить в уголок не до конца закрытого пакета трубочку для коктейля и при помощи одного-двух вдохов удалить весь лишний воздух. Герметично закрытую петрушку отправляем в морозильную камеру. Хранится она там может целый год. Оставшиеся от петрушки корешки ни в коем случае не выбрасываем. В них также как и в листьях содержится большое количество полезных веществ. Пропускаем все стебли через мясорубку с мелкой решеткой. На 150 грамм получившейся массы добавляем 2 чайных ложечки подсолнечного масла. Хорошо все перемешиваем. Если масса получилась густой, подливаем небольшими порциями 40-50 миллилитров воды. Приготовленную кашицу раскладываем по формочкам для льда. Закрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку. Когда кубики хорошо замерзнут, их нужно извлечь из формы и поместить в пакет или плотно закрывающийся контейнер. Храниться такие кубики могут в морозильной камере до следующего урожая петрушки. По такому принципу можно заготавливать любую зелень. Если вам понравились данные способы хранения петрушки, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаясь в комментариях.